84 пары уже готовы зарегистрировать свои отношения в Керченском ЗАГСе в 2013 году. Но пусть вас эта цифра не смущает, говорит начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Марина Медведева. Заявления ими были поданы, согласно законодательству, за месяц. За исключением тех 13 пар, которые подали их в первые три рабочих дня нового года. Но и это обычная для начала года ситуация. Планируется зарегистрировать 35 браков в течение января месяца. Брак регистрируется не менее, чем по истечении месячного срока со дня подачи заявления. Но этот срок также может быть увеличен. Заявление на регистрацию брака действительно в течение одного года с его подачи. Поэтому не только январь-февраль. Некоторые пары уже выбрали и май, и апрель, и июнь. То есть молодые люди заранее продумывают и проведение самого мероприятия. Таким вот образом готовятся к грядущей супружеской жизни. Как правило, всегда январь-февраль месяц – это достаточно такой тихий период в нашей работе. Не наблюдается особого ажиотажа или стремления. Начало года оно как-то всегда достаточно туго идет. Желание вступить в брак должно быть осознанным. Оно несет за собой ответственность. И некоторые изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2013 года, не могут не включать в себя эти аспекты. Изменился брачный возраст. В марте месяце были внесены изменения в Семейный кодекс Украины. И если это раньше для девушек был 16-летний возраст, возраст которого лицо имеет право вступать в брак для юношей 17 лет, то в настоящий момент установлен 18-летний возраст. Уже именно с этого дня граждане имеют полное право вступать в брак. И, соответственно, изменилась позиция законодателя по отношению к такому моменту, как предоставление права на брак лицам, не достигшим брачного возраста. Если ранее это был 14-летний возраст, то теперь не моложе 16 лет. Гражданам предоставляется право вступать в брак. В целом, в течение последних 15 лет количество зарегистрированных браков в Керчи колеблется в пределах тысячи ежегодно. Но в прошлом году их на 150 было меньше, чем в предыдущем, в 2011-м. В прошлом году это было 1051 брак, то в этом году это всего лишь 901 брак. Но, опять же, обуславливается, скорее всего, тем, что этот год был визокосный. Возможно, некоторые граждане суеверны достаточно, чтобы не выбирать и дату подачи заявления, которая официально считается днем помолвки. То есть именно с этого дня, когда молодые люди подали заявление на регистрацию брака, официально они считаются женихом и невестой. И не хотели регистрировать брак в визокосном году, который по каким-то приметам считается то ли несчастливым, то ли не столь длительным, как того бы хотелось. Жизнь продолжается, и с начала Нового года Керченский ЗАГС уже зарегистрировал 12 новорожденных, тех, кто родился в конце 2012 года. Кстати, какие имена новорожденных в минувшем году были самыми популярными, а какие – самыми редкими в Керче? Самые распространенные – это Данила, Никита, Артем, София, Ева, Маргарита. Очень популярна стала, особенно в последних шести месяцев, и такое имя – женская Таисия. А вот редкие имена – это в основном такие действительно древнеславянские. Елисей, Платон, Савелий. Хотя иногда тоже такой выбор бывает больше к иностранным именам. Вот у нас были зарегистрированы Эмилия, Николь, Офелия.